Очень кстати, у нас сегодня зашел разговор о трудоустройстве, труде и, главное, тружениках. По праву можно сказать, что таким был ректор Поморского государственного университета Владимир Николаевич Булатов, и сегодня ему бы исполнилось 70 лет. К юбилею профессора приурочены булатовские чтения. Они вчера стартовали в САФУ, и сегодня их итоги подведем вместе с советником ректора САФУ по стратегическому развитию Еленой Кудряшовой. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, как САФУ отдал дань памяти ученому-историку Владимиру Булатову, с чего начались чтения? Мероприятий на самом деле было проведено очень много. Это и открытие выставок в нашем интеллектуальном центре научной библиотеки САФУ, в областной научной библиотеке. Это открытие экспозиции в аудитории, носящей имя Владимира Николаевича Булатова, в Институте социально-гуманитарных и политических наук САФУ, который расположен по адресу Ломоносова, 2. Это и открытие странички на сайте в издательском доме, носящем имя Владимира Николаевича Булатова. Ну и очень много встреч людей, которые знали Булатова еще со школьных времен, были его сокурсниками по Архангельскому государственному педагогическому институту, работали вместе с ним. То есть мы провели такое большое мероприятие, связанное, с одной стороны, с памятью, с сохранением памяти о Владимира Николаевича Булатове, а с другой стороны, мне кажется, мы дали хороший толчок для дальнейшего проведения булатовских чтений в концептуальном смысле, чтобы можно было бы обсуждать на нашей площадке актуальные вопросы краеведения, истории, культуры и традиции Поморского Севера, Русской Арктики, Северного морского пути. Ну и через это и воспитывать нашу молодежь, и укреплять дух патриотизма. Ну я думаю, что новые векторы, как принято говорить, развития дальнейшего задали и участники, докладчики. Вот на какие темы были доклады на чтениях? Ну безусловно, вот у нас порядка было 8 выступающих при открытии экспозиции в аудитории, носящей имя Владимира Николаевича Булатова, и 9 выступающих на булатовских чтениях. Темы были, конечно, разнообразны и связаны с личностью Владимира Николаевича Булатова, и его становление как историка, и его становление как руководителя, его роль в развитии научных направлений, связанных с исследованием Арктики, Севера, его роль в становлении международных отношений и в Поморском государственном университете, да и в нашем регионе, потому что он был одним из тех людей, благодаря которых создан Баренцев Евроарктический регион. Он первым возглавил комитет по высшему образованию Баренцева Евроарктического региона, стал инициатором совместных экспедиций и совместных исследований с нашими партнерами Севера Норвегии, Швеции и Финляндии. И то, что мы сегодня имеем в плане развития образовательных программ, научно-исследовательской деятельности совместной, это, конечно, вот результат той исторической эпохи, автором которой был Булатов. Я думаю, что появление такого термина, такого явления научного форума, как «булатовские чтения», это тоже исторически закономерно. Вот когда эта идея появилась, в какое время? На самом деле эта идея появилась, конечно, еще в 2007 году, когда Владимира Николаевича неожиданно не стало, а его не стало действительно неожиданно, потому что еще 5 июля 2007 года он делал доклад на большой всероссийской конференции о роли Поморского края в становлении Новгородской республики. И в своем выступлении говорил о необходимости долго жить, сотрудничать, развивать совместно научные исследования, а на завтра его уже не стало. И отдавая дань этому великому человеку, Поморский университет в 2007 году провел первые Булатовские чтения. Какое-то время они были регулярными, а потом, к сожалению, произошел такой вот разрыв исторический. Теперь, используя то, что Владимиру Николаевичу Булату в этом году исполнилось бы 70 лет, а в следующем году, к сожалению, грустная дата, 10 лет как его не стало с нами, мы решили возобновить эту традицию, но уже на иной методологической основе, я бы так сказала. Потому что у нас сейчас очень много площадок, где обсуждаются проблемы политические, экономические, связанные с Арктикой. Но вот хотелось бы еще утвердить и темы культурно-исторические, темы традиционные, которые связаны с Арктикой и нашим регионом. — Не ошибусь ли, если я скажу, что многие из этих тем Владимир Булатов отразил в своих научных трудах. Их было свыше 300. Я правильно понимаю, что многие из них можно увидеть на выставках в САФУ, в Добролюбовке? — На выставках можно увидеть, но вот сейчас очень важное направление. Мы начали оцифровку тех монографий, учебных пособий и статей, которые были Владимиру Николаевичу написаны. К сожалению, в свое время они вышли только на бумажных носителях и не всем доступны. Поэтому в определенное время это породило некоторые спекуляции вокруг тем, которыми Владимир Николаевич занимался. В частности, поморский вопрос, в частности, роль поморов в освоении Арктики, Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки. Теперь мы решили восстановить историческую справедливость. Прекрасно понимаем, что молодое поколение, конечно, живет в интернете. И очень важно, чтобы вот те научные наработки, те труды, которые были в свое время изданы, открыты бы стали широкой публике. Поэтому надеемся, что вот за этот год нам удастся все оцифровать. И каждый из любого уголка нашей планеты сможет познакомиться с трудами Владимира Николаевича Булатова. Ведь Владимир Булатов, поправьте меня, если я не прав, стоял у истоков создания единого федерального вуза. И вот уже пять лет САФУ существует. Ну, я бы сказала, больше. Он настолько себя ощущал помором, продолжателем традиций ломоносовских, что вот эта идея ломоносова о единстве гимназии, университета и академии, она такой красной нитью прошла через всю его жизнь. И когда в 1986 году он стал ректором провинциального педагогического института, но уже мыслил создание классического университета здесь, на Поморском Севере, он, конечно, опирался на ломоносовские традиции. Он в качестве примера брал Московский университет, флагман высшего образования Советского Союза и России. И не случайно, вот в те годы, в конце 80-х, одно из первых соглашений о сотрудничестве, которое подписал молодой ректор Булатов, было соглашение с Московским государственным университетом. Ну, казалось бы, в то время, где МГУ, где ГПИ, но, тем не менее, очень быстро, через несколько ступеней в развитии вуза, пединститут превратился сначала в Международный педагогический университет, потом в Международный университет, потом в Поморский государственный университет, носящий имя Михаила Васильевича Ломоносова. И, кстати, был такой интересный исторический момент. Пединститут был орденоносным, то есть назывался педагогический орден Трудового Красного Знамени. Так вот, была альтернатива, когда возник классический университет, то ли орден оставить, то ли имя Ломоносова. Так вот, для Булатова, на самом деле, такой альтернативы не существовало. Конечно, имя Ломоносова. И, в общем, Северно-Арктический федеральный университет унаследовал это имя. Ну и вместе с Николаем Павловичем Лаверовым, вице-президентом Российской академии наук, с которым Владимир Николаевич был очень сильно дружен, где-то с начала 90-х годов, они очень активно стали проводить идею о том, что здесь, на Поморском севере, на родине Ломоносова, должен быть создан единый крупный научно-образовательный инновационный комплекс. Ну, тогда просто понятия федерального университета не существовало. И я помню очень серьезные дискуссии, в том числе на телевидении, о необходимости создания возможностей, как это все будет. Были сторонники, были противники. И мы уже с вами в одном из ваших эфиров приводили пример того, что в 2006 году в своем интервью газете «Ломоносовец», посвященном 60-летию со дня рождения, на вопрос, каким вы видите перспективы развития образования в Архангельской области, Владимир Николаевич сказал о том, что в 2011 году, по его мнению, здесь будет единый университет. И хотя на пути, конечно же, встретятся трудности, но альтернатив у нас нет. И университет даст толчок к развитию региона и станет базой подготовки кадров для Севера и Арктики. Так оно и произошло. И действительно, в 2009 году был издан указ президента о создании федерального университета. В 2010 году университет начал существовать на базе технического университета, а в 2011 году в состав вошел Поморский государственный университет, давший как раз и имя Ломоносова федеральному университету. То есть пророческая, в общем-то, была точка зрения. Это вообще потрясающе удивительно, потому что многие люди считали Владимира Николаевича мечтателем. Потому что сложное время, все рушится, рушится Советский Союз, партийные системы, рушатся те идеалы, на которых воспитано несколько поколений. А человек живет каким-то будущим, которого многие, конечно же, не видели в то время. Но практика показала, что он прав. Большое видится на расстоянии. Вот студенты САФО сегодня осознают уровень личности Владимира Блатова? Ну, я надеюсь, что кто-то, конечно, осознает. Это прежде всего касается историков и тех студентов, которые учатся в Институте социально-гуманитарных и политических наук. Потому что у них в аудитории Блатовское занятие проходит, им рассказывают об этом человеке. Ну, и я надеюсь, что через вот тот информационный ресурс, который мы сейчас создаем на сайте университета и сайте издательского дома имени Блатова, благодаря экспозиции, которую мы открыли, ну, и в скором времени у нас будет открыт музей Северного Арктического федерального университета, где тоже будет хорошая экспозиция о Поморском университете, о ректорах и о Булатове Владимира Николаевича. И, конечно, еще больше и лучше узнают этого замечательного человека, который сыграл, на самом деле, выдающуюся роль в судьбе каждого из нас. Потому что даже я в свое время пришла работать в тогда еще педагогический институт в 1986 году ассистентом кафедры. Булатов как раз в это время стал ректором. И вот все наше поколение, он очень активно отправлял в аспирантуры, докторантуры ведущих московских и ленинградских тогда, теперь мы говорим, питерских вузов. И имена таких людей, как Ирина Луговская, Андрей Зашихин, Леонид Шестаков, Людмила Ворожцова, Юрий Кудряшов, Михаил Супрун, Андрей Репневский, Владислав Голдин и многие-многие другие – это люди, которые при Булатове защитили свои диссертации. Ведь возглавив институт, там, в общем, с кадрами-то была проблема. Один доктор наук всего был, Георгий Георгиевич Роменков. А когда в 2007 году Владимир Николаевич не стало, в Поморском университете уже трудились более 70 докторов наук и более 400 кандидатов наук. Чувствуйте, какая кропотливая работа была, кадровая проведена. И на молодежь опора была сделана, ну и, конечно, приглашены кадры из бывших республик Советского Союза, русскоговорящие, тогда к нам хорошие коллективы научные приехали. Ну и, конечно, основа уже для федерального университета была мощная, создана. Вы сказали, что Владимира Николаевича называли мечтателем, а вот лично для вас он кем был? Ну он, вот я для себя его позиционировала как учителя. Он, к сожалению, никогда не был моим преподавателем, так получилось. Но по жизни стал учителем, потому что действительно и в аспирантуру, и в докторантуру, в общем, я пошла благодаря ему. Потом он очень поощрял научно-исследовательскую деятельность, создание научных центров. Он доверял очень молодежи, потому что я, как только вернулась из докторантура, практически стала сразу заведующей кафедрой, директором центра исследовательского, председателем диссертационного совета. Ну и потом, когда в администрации Архангельской области уже в 99-м году был создан отдел науки и высшей школы, Владимир Николаевич Булатов вместе с Николаем Павловичем Лаверами были теми людьми, которые, в общем, убедили меня в том, что стоит пойти, согласиться и пойти на эту работу. Ну и я старалась, чем могла, конечно, помогала осуществлению тех планов, которые эти два великих человека задумали, ну и в конце концов осуществили здесь, на нашей территории. Ну и эти планы, собственно, продолжают реализовываться. Последователями, да, последователями, учениками, соратниками, коллегами, кто имел счастье быть рядом с Владимиром Николаевичем. Елена Владимировна, спасибо вам большое за интересную беседу. До новых встреч. Удачи. Спасибо. Напомню о итогах Булатовских чтений. Мы говорили с советником ректора САФУ по стратегическому развитию Еленой Кудряшовой. Через мгновение продолжим. Не переключайтесь.